Мы можем продолжить нашу конференцию. И мне, как всегда, хочется поздравить всех партнёров, которые двинулись вперёд по карьерной лестнице за эту неделю и рассказать вам про последние новости, которые есть у нас на нашей планете Джимфу МИ. Итак, Сильвер Мастера. Сегодня Татьяна Лысанёва, Невиномыск, Лилия Рольщикова, Россия, город не указала, Любовь Ильиных, Невьянск, Россия, Наталья Орлова, Сочи, Оксана Ветрова, Дежнёва, Россия, Павел Харитонов, Сочи, Россия, Татьяна Юрасова, Ижевск, Россия, Татьяна Плесовских, Калья, Россия, Дмитрий Каргопольцев, Екатеринбург, Россия, Татьяна Фирсова, Алапаевск, Россия, Чечек Хамушку, Кызыл, Россия, Айден Мунгуш, Мугур, Аксы, Россия, Валерия Балниони, Мажейкяи, Литва, Наташа Джессика Путри, Салатига, Индонезия, Дева Маде Джуливан, Гианьяр, Индонезия, Приона Чилачап, Индонезия, и Анна Гоношенко, США. От всей души поздравляем все наши команды с пополнением всех наших лидеров и, конечно, желаем им быстрее подняться на вторую ступень. Сегодня на ступеньку Голдмастера поднялись Яков Даматов, Куинс. Он, кстати, заработал дополнительно две акции за скорость. Это очень здорово получать такие подарки. Рамуты Казлаускини, Норд-Чикаго, США, Лариса Низинска, Шампейн, США, Ольга Козырева, Беларусь, Гродно, Ольга Русакович, тоже Гродно, Павел Жданов, Ижевск, Россия, Оксана Шедловская, Батайск, Россия, Михаил Борисов, Калининград, Россия, Арын Каным, Шедловская, Астрахань, Россия, Астрахань, Россия, Анастасия Добротворская, Екатеринбург, Россия, Татьяна Иргит, Россия, город не указала, Робертас, Сеаулис, Алитус, Литва и Ганна Гуйда, Киев, Украина. Так держать можно пожелать вам только попутного ветра и быстрее подниматься на третью ступень платиновых мастеров. Сегодня там есть четыре партнера, мы их поздравляем от всей души. Кстати, чем выше ступень, тем меньше там конкуренция, поэтому двигайтесь туда быстрее. Клара Пак, Уссурийск, Россия, Татьяна Лужбина, Москва, Россия, Лидия Романенко, Лида, Беларусь, и Ангелия Иваскевичиене, Чикаго, Вест-Чикаго, США. Иваскевичиене, вот такая фамилия, Ангелия. Ну вот следующая ступень Diamond Master, логическое завершение. Как всегда, отсюда мы готовим себе смену в директорские команды и выбираем самых-самых лучших лидеров, потому что добраться до четвертой ступени, конечно, может не каждый, и поэтому те, кто прошли уже такой естественный отбор, они достойны большого-большого успеха. И поэтому мы поздравляем от всей души трех лидеров, которые сегодня поднялись на эту ступень. Ксения Маталина, Москва, Ирина Санникова, Азбест, это Россия, и Эдвин Дежирим, Сору, Купанк, Индонезия. Эдвин, мы знаем тебя давно, за Эдвина радуемся все вместе, потому что ему, конечно, нелегко там было создавать группу, но все-таки он смог это сделать и приедет, чтобы поделиться своими успехами в Москву. Ну что ж, а те, кто хотят познакомиться с Эдвином из Индонезии, тоже приезжайте в Москву и делайте свои фотографии, знакомьтесь, как и со всеми остальными лидерами и партнерами. В общем-то, даймонд-мастера – это очень классная категория, потому что они завершили свою работу, карьеру в разделе мастеров и готовы открыть дверь в директорскую команду, как я уже говорила, поэтому мы ознакомимся с ними более близко. Итак, нам прислала отзыв Надежда Хлыбова из Азбеста, расскажет нам про своего нового даймонд-мастера Ирину Санникову. Ирина, от всей души поздравляем тебя со статусом даймонд-мастер, который ты абсолютно заслуженно получила. Буквально пару месяцев назад я поздравляла тебя с платиной, а сегодня ты уже закрыла следующую квалификацию. Кто-то скажет, что так распорядилась судьба, но я знаю, что повышение статуса – это результат плодотворных трудов и твоей необыкновенной целеустремленности. Желаю тебе не терять хватки и уверенно двигаться дальше, покоряя новые вершины. Пусть вдохновение не покидает тебя ни на минуту, а твой настрой и характер никогда не сломают сложности и препятствия. Достойная работа достается только лучшим, и твоя победа тому подтверждение. Ты замечательный человек, я очень ценю и люблю тебя, верю в тебя и желаю стремительного роста твоей команды, признания, успехов и счастья. Мы все можем только присоединиться к поздравлению надежды и пожелать Ирочке большого взлета и большого ускорения, ну и, конечно, быстрее открыть двери в директорскую команду. Двигаемся дальше. А вот Светлана Чеметова из Тобольска уже сделала это и зашла в директорскую команду за эту неделю, открыв квалификацию «Сильвер-директор». Марина Усова поздравляет ее и рассказывает нам, знакомит нас с ней. Итак, Светлана Чеметова. В нашей звездной компании загорелась еще одна звездочка. «Сильвер-директор» Светлана Чеметова. Светлана живет в Тобольске. В прошлом году там был открыт бизнес-клуб компании «Джемфоми». Однако ее дружная команда растет не только в России, но и в Украине, в Америке, в Прибалтике и Казахстане. Светлана – сетевик со стажем. Она знает и любит свою профессию. Ее путь «Джемфоми» начался в тот период, когда это была еще только идея. Этот путь можно обозначить словами известного и успешного человека. «Возьмите идею, сделайте ее своей жизнью, думайте о ней, мечтайте о ней, живите ею. Пусть ваш разум, мышцы, нервы, каждая часть тела будет наполнена этой одной идеей». Вот он путь к успеху. Светлана – самодостаточный и целеустремленный лидер, пример для всех членов ее команды. Она постоянно занимается самообразованием и самосовершенствованием. Она приезжает на все события компании, чтобы максимально впитать всю нужную информацию, энергетику, которая присутствует на встречах с нашими успешными, известными в мировом сообществе представителями компаний и бизнеса. Светлана, на каждом повороте твоей жизни, всякий раз, когда ты принимаешь важные решения, рождается новая часть тебя. Сейчас ты родилась как сильвер-директор, и это только начало твоей директорской карьеры. И я желаю тебе каждое утро мысленно создавать свой день с улыбкой и знанием того, что мы – одна из самых ярких и самых сильных бизнес-команд в мире, а ты – ее яркий лидер-представитель. И пусть у любой твоей самой смелой мечты будут крылья и высокая скорость полета. Новых тебе свершений! Можно лишь присоединиться к словам Марины Усова и поздравить Светлану, пожелав ей высокого взлета и самых-самых ярких лидеров в ее команде. Но это не все, конечно же. Золотой директор, вторая ступень директорской команды сегодня тоже у нас занята. Итак, знакомимся. Валентина Женина – достойный, яркий, известный лидер пермской команды. Расскажет нам о ней лидер команды Елена Гирь. В нашей команде появился еще один гол-директор – Валентина Женина. Валечка, от всей души и от всей пермской команды поздравляю тебя с твоим высоким статусом. Ты этого достойна. Много лет мы трудимся с тобой бок о бок в нашей любимой компании. И твой путь к этой вершине не всегда был усыпан розами, но трудности только закалили тебя. У тебя большая команда, и ты для всех, как мамочка, твоего тепла и заботы хватает на всех. Возраст у партнеров разный, в твоей команде много пенсионеров, некоторые не владели компьютерной грамотностью, но ты терпеливо их обучала не только азам интернета, а и премудростям рынка IT-технологий, умению вести бизнес и строить партнерскую сеть. Когда мы начинали наш проект, у всех были кнопочные телефоны, и многие понятия не имели о мессенджерах, и ничего не знали о рынке высоких технологий. Ты росла сама, и с тобой уросли твои партнеры, и сегодня ты успешный лидер. Ты всегда участвуешь во всех мероприятиях нашей команды, в качестве активного организатора, выполняешь все промоушены, присутствуешь на всех событиях компании. Мы желаем тебе здоровья, сил, энергии для дальнейшего скоростного восхождения по карьерной лестнице на вершину успеха. Пусть твоя вера в наш джемфоми зажигает тысячи сердец и помогает людям стать финансово свободными с нашим уникальным и не имеющим аналогов в мире проектом. Как приятно читать такие слова, и как приятно зажигать все новые звезды. От всей души поздравляем все Валентину Женину и Наталья Блинова, еще один лидер команды, просит зачитать поздравления Валентине. Я давно знаю Валентину и вижу в ней настоящего лидера, позитивного, неравнодушного и целеустремленного. Ее мечты всегда высоки и амбициозны, а непоколебимая вера в успех помогает ей достичь самых, казалось бы, невероятных высот и целей. У нее всегда все получается. Захотела недвижимость в Болгарии, прописала цели, составила планы, и вот она, владелец желанных апартаментов. Мечтала о большой активной команде, приложила максимум усилий, не останавливалась перед трудностями, и эта цель успешно достигнута. Я не сомневаюсь, что все остальные мечты Валентины скоро осуществятся, и от всей души желаю ей этого. Горжусь и искренне радуюсь ее успехам в бизнесе. Валечка, желаю тебе ошеломляющих успехов и процветания. Вообще, как классно, дорогие, когда такие искренние, теплые слова. Мы каждый понедельник слышим в адрес разных абсолютно лидеров, из разных уголков планеты, от разных по возрасту, по профессиям людей. И действительно, сколько в них теплоты, сколько в них поразительной душевной мудрости и тепла. А все это наши звезды, звездочки из нашей команды. Поэтому радуемся все вместе. Но продолжая нашу конференцию, хочу познакомить вас с тем невероятным событием, которое перевернуло жизнь Казахстана, города Алматы. Три дня в Алматы... Кстати, вот видите, лидерское турне Зои Самонова и Антона Александра длится прямо до последних почти дней события. Три дня в Алматы во время конференции с участием Зои Самонова и ее сыновей Антона Александра Пиловар погода менялась так же удивительно, как и настроение партнеров и приглашенных. Конечно же, мы очень волновались, ожидая гостей на презентацию. Но все получилось великолепно. Зал наполнился, гости слушали Александра, и их лица менялись на глаза. Для участия в мероприятии приехали партнеры из Щучинска, Тараза, Сары-Агаш, Толгара, Усть-Каменогорска, Бишкека, Киргизия. Приехал лидер параллельной структуры из Рудного, Любовь, Улькина. Дорогие партнеры, я благодарна всем, кто все эти три дня был с нами. У нашей команды появилось кодовое слово «Зоя». Вчера партнеры до 12 ночи проводили встречи, а при негативном настроении одного из гостей они посмотрели друг на друга и хором произнесли «Зоя». И все улыбнулись, позитивно завершив диалог. Они вспомнили, как Зоя учила их бороться с возражениями и последовали ее советам. И знаете, что произошло потом? Этот человек попросил отправить ему информацию и сказал, что ему интересен проект. Дорогая Наталья Борисовна, низкий поклон вам и благодарность за то, что Зоя, Антон и Александр смогли приехать к нам в Казахстан. Вы помогли вместе с этой замечательной семейной командой возродить команду Казахстана. И это самое главное. Невозможно словами передать все эмоции, биение сердца и благодарность, которую я испытываю. Я счастлива, что Джим Фами есть в моей жизни. Я счастлива, что мы вместе. А мы счастливы, Аечка Микеева, что у Казахстана, у команды Казахстана открылось еще одно новое дыхание. И, конечно, мы ждем от вас рекордов. Это не все. Мы познакомим вас и с другими письмами и отзывами. Еркина и Маханова из Тараза прислали нам свой отзыв. 11 августа состоялась первая встреча с братьями Пивовар и Зоей Самоновой. Просто нет слов. Зато шквал эмоций. Да, казалось бы, мы все знаем о проекте. Но после выступления Александра мы как будто заново родились. Я была удивлена, как можно за полчаса так просто, понятно и оперативно, без каких-либо сложностей донести всю важную информацию о мессенджере. Эта встреча разбудила в нас азарт и желание скорее закрывать новые статусы и увеличивать свои команды. Школа Зои была великолепной. Огромная благодарность моему спонсору Дине Рахмановой за то, что она удержала меня в этом бизнесе. Отдельная благодарность нашему лидеру Казахстана Ае Микеевой за то, что она нам подарила такой праздник души. Огромная благодарность совету директоров, особенно Наталье Борисовне за то, что вы не забываете о нас, партнёров Казахстана. Мы вас очень любим. Спасибо, мы вас тоже очень любим. И, конечно же, ждём вас всех на событии, дорогие друзья. Видите, что происходит на событиях? Ну и вот они герои, те самые паломники, революционеры, которые меняют сознание. Красноярск теперь ждёт вот такого расширения сознания, переворота. И там будет встречать всех Светлана Чистякова, организатор. Ну и, конечно же, оттуда, я уверена, мы тоже в Москве встретим наиболее ярких лидеров. И будем с ними знакомиться. Итак, Красноярск встречает. Кто ещё не нашёл там друзей, у вас есть время. Ну и всё меньше остаётся дней до события. А у вас есть билет на то событие, которое перевернёт сознание любого абсолютно человека и не оставит никого равнодушным? Если нет, то я считаю, что сегодня вы самый несчастный человек в этой жизни, потому что вы не смогли позволить себе того самого удачного решения в этом году, которое могло бы вашу жизнь кардинально изменить к лучшему. И, как всегда утверждают самые умные, великие люди в нашем мире, в момент принятия решения меняется всё. Находятся все силы Вселенной, все волшебные её подарки и свойства для того, чтобы всё в этой жизни работало только на вас. Я не буду напоминать вам условия попадения на события, вы их знаете. Если не знаете, вы можете легко их найти, прочитать и принять самое важное решение в вашей жизни, выполнить ту необходимую квалификацию, которая нужна для того, чтобы присутствовать. Это можно сделать буквально за один день. Было бы желание. Ну и купить себе билет на самолёт и добраться туда, где соберутся самые лучшие люди проекта «Джемфоми». Я вас с этим поздравляю. Время приближается неумолимо, и мы встретимся скоро в отеле «Балчуткин-Пинске», который ещё раз откроет для нас свои дружелюбные, я бы так сказала, двери. Ну, на этом самая важная часть информации закончена. Но, как всегда, по традиции, я буду продолжать работу, которую мы ведём с вами уже много-много лет, и рассказывать вам о жизни нашего благотворительного фонда «Поможем всем мира», о том, что случилось за неделю. Я познакомлю вас с письмом Ирины Григорьевой, которое было уже прочитано вами во многих чатах, потому что там я читала эту информацию. Но вот сейчас вы видите Ирину с сыном. Итак, здравствуйте, дорогие партнёры. Обращаюсь к вам за помощью от имени нашего партнёра Ирины Григорьевой. С её сыном произошёл несчастный случай. Во время пожара он получил сильные ожоги, 40%. Самое страшное сейчас позади, его жизни ничего не угрожает, слава Богу. Но теперь предстоит длительное восстановление, на которое необходимы дорогостоящие препараты. Больница не может предоставить их бесплатно. Вы сами знаете всё это. И Ирина по состоянию здоровья почти не выходит из дома. Теперь сын, который был её единственным кормильцем, тоже нуждается в помощи. Поэтому помогайте. Мы помогаем всем миром по чуть-чуть, но собираем при этом огромные средства. И эти средства переводим людям, оставшимся один на один с серьёзной бедой. Переводы можно делать прямо из бизнес-центра или с ваших карт. Данные будут обязательно сегодня на нашем блоге, как всегда, в разделе «Смотрите эту новую информацию» в разделе «Благотельного фонда». И выбирайте способ, как вам перевести средства. И, конечно же, мы не остаёмся равнодушными никогда, не когда мы с вами радуемся каким-то победам, не когда помогаем кому-то преодолеть тяжёлую, трудную полосу в жизни. И есть ещё один молодой партнёр, молодой по возрасту, Саша Котоменко. Вы его знаете, наверное, это вот его мама на фотографии. И он обратился тоже за помощью. «Здравствуйте, дорогие партнёры, меня зовут Александр Котоменко. Впервые в моей жизни случился серьёзный форс-мажор. Вчера моя мама, когда ехала домой, упала при выходе из электрички. При падении она очень сильно травмировала локоть. Мы поехали в больницу, врачи сказали, что необходимо срочно сделать операцию, стоимость которой составит, я бы сказала, от 300 долларов и выше, как всегда. И моя вина в том, что я ещё не вышла на достойный уровень дохода и не могу сейчас помочь маме финансово, поэтому вынужден просить вас о помощи. Как всегда, нужно будет и лекарства, потом на восстановление и врачей для реабилитации. Маме поставили диагноз «осколочный перелом локтевого отростка» со смещением. Врачи говорят, что если операцию не сделать быстро, то рука утратит подвижность. Дорогие партнёры, очень надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю всех за отзывчивость. Но мы можем лишь ещё раз призвать вас заниматься не только бизнесом и не только работой, но и душевной работой. Мы с вами очень сильная команда и понимаем, что всё в жизни должно быть гармонично. Конечно, поможем, конечно, откликнемся. Я уверена, что таких людей, которые присоединяются к армии нашего фонда, благотворительной работе становится всё больше. Я просто лишь скажу, что самое главное, когда ты хочешь кому-то помочь, вот по себе знаю, когда эта работа в моей жизни возникла, душевная, и желание, потребность вот именно работать в этом направлении, чтобы помогать людям собирать средства, как-то стать проводником между теми, кто ищет решение своей проблемы, кто ищет помощь, и теми, кто им помогает, то я в этот момент не знала, каким образом, кому бы помочь точно, чтобы эти средства попали действительно туда, куда надо, потому что очень много сейчас вокруг всяких фондов, которые дутыши, которые ничего не имеют вообще, никакого отношения к благотворительности, они просто собирают средства. У нас это невозможно, потому что сам фонд – это такая организация, куда вы переводите деньги, автоматически менеджеры нашей компании, они оттуда их транслируют тем людям, которые обратились за неделю в фонд за помощью. Или если у вас есть персональное обращение, то тогда мы конкретному лицу переводим, а если нет, то всем тем, кто обратились, мы им объявляем средства, собираем сколько необходимо на лекарства. Вот в последний раз мы сделали перевод 4 тысячи долларов девушке, молодой нашему партнёру, которая вот сейчас уже буквально, я думаю, готовится к операции по удалению опухоли мозга. И, конечно, это здорово, потому что вы молодцы, ваше сердце открыто для таких добрых дел, уверена, что потом, когда люди проходят испытания, в их сердце рождается очень-очень большая любовь, и эта любовь, она поступает ко всем вам. Ну и я, конечно же, хочу вас поздравить с тем, что в этом году мы с вами сделали очень много добрых дел, и очень многим людям помогли. А самое главное, мы знаем конкретно кому, потому что все эти истории, они проверены. Нельзя к нам в фонд обратиться просто так, прислав какую-то фотографию. Эта фотография, она отправляется после того, как спонсор написал обращение, то есть он знает этого человека лично, и он, этот человек, действительно обратился за помощью в компанию через него. Поэтому вот нет у нас таких пустышек, и нет таких средств, которые бы не попали адресату. И я вас, конечно, поздравляю с тем, что вы делаете, вы молодцы, я вам и горжусь, и вообще я очень люблю вас всех. Спасибо вам. Я желаю нам огромного взлета, успеха в этом году и в следующем году, которые для нас являются очень важными, наверное, самыми важными. Ну и, конечно, ваши тёплые слова, ваша любовь, ваши добрые дела, они все сегодня, все буквально падают на алтарь нашей победы. Я вас с этим поздравляю, до новых встреч, и, конечно, всем-всем-всем огромных чеков, новых звёзд и самых-самых приятных событий в жизни, которые мы с вами можем потом осветить, рассказать и поделиться друг с другом всякими вот такими приятными вещами. До новых встреч! Всего вам самого наилучшего!